отошли от обеда здесь вот возле бывшего лагеря стана отобедали сейчас идем на молитву не раньше от лагеря уходили чтобы спросить хоть как-то от комаров на возвышенность небольшую в этом году много дождей было просто травы очень много обычно тут скуденько такая растет маленькая в этом году все высокая выросла там вот по косу у нас кругом рядом делают он рулоны то вот костер у нас был вчера песнопение христе пели печеную картошку испекли надо мало кто поел ее что долго запекалась далее все уже все до намаялись там еще два человека николай мальчики направо подождите еще маленько зайдут сейчас машина еще под подгонят газель давайте сюда все на молитву столбушок пророс цветочком так осторожно палка все станут туда на ту сторону так все заходите кто не корреспондент сейчас мы прославим бога вот это тимаковский пруд на той стороне видно крест и раздевалка совсем не было по колено а сейчас там метра два с лишним точную глубину не знаю мы много потратили на него а это корщину через совет где оттуда энергия идет получаем так все головные уборы мужчины убрать или так дети дети сайте помолимся потом будете здесь по ограде одеть становись сейчас помолимся боже будь милостив ко мне грешно мне создавами господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй в этот чудный солнечный день ты привел нас на то место это мы столько лет провели молясь взывая к тебе и получая ответ хвала тебе и ныне господи услыши нашу молитву и прими воздеяние рук как жертву вечернюю как благоухание приятное мы молимся о всех детях твоих верующих тебя в других странах которые терпят гонения и распятия на крестах утеших и пребудь с ними и продли мир для россии и благослови правителей и сохрани их от покушения на них владимира михаила андрея жозефа рамзана владимир александра эрдогена и даруй мир израилю россии украине сирии белоруссии карабаху казахстану это убрал главного смытьяна слава тебе и кто еще там есть призывающий людей к мятежам митингом да будут укращены тобою господи между нами да будет мир и согласие по слову твоему благослови это селение и враждующие желающие уничтожения его усмири коснись их сердец что они будут отвечать на суде божьем за такие дьявольские замыслы уничтожить содружество наше интернетное это православное селение и нас благослови господи ты сроднил нас кровью твоею ты умер за нас владыка благослови быть верными тебе и кто готовится к крещению помоги им завтра освободиться от старого бремени и быть новым рожденным духом святым вводимым духом святым и живущим всегда в духе святом о чем скорбел серафим саровский тебе божья хвала тебе слава тебе честь и поклонение отец сын и святой дух аминь вот мы пришли на это место прославить бога это живая память а у городского человека в городе у него ничего нет наденьте головной убор а то солнышко тут такое куда я пойду и у меня-то обучился там в пятой школе в городе к примеру еще куда я пойду здесь мы конкретно проводили когда заедает мошкара так сегодня у нас следующее занятие это идем в храм по местному времени в пять вечера меня вот именно в умении вводит один человек здесь у нас есть он приехал такую даль а крещение собирается в москве проводить почему не знаю такой радостный путь проделать и такое вот крещение какие поздравления и как батюшка стоит в воде вообще-то нигде больше нету все как-то так все это бесплатно делается помолитесь об этом человеке чтобы господь ему открыл еще раз что такой радостью он не больше нигде не будет и тем более откладывать это когда ты не знаешь что дороги будет где я просто делюсь то что думаю об этом он среди нас я уже говорил ну и настаивать не буду мы-то не не в деньгах имеем интереса это тебе так полезно когда будет всех поздравлять завтра будешь причащаться тела и крови христовой а ты будешь стоять в стороне и никакого основания для это тебе нету а я отложу в другом месте такого места откуда пошло вот это чтобы моченых крестить 6 вселенский собор 84 правило говорит если ты не знаешь был ли крещен немало не сомневаюсь прими истинное крещение да не будешь лишь он такой благодати вот все сейчас направляемся мы домой если кто желает помолиться здесь скажите помолитесь и мы поможем в этой молитве так стойте на месте не шевелитесь он считает сколько нас один улитки двойки вдвое и там еще он мать вот там трое смотри трое ваще тридцать девять сколько эти девять про себя подсчитанных где же взять еще одного а то маленького допасть для того чтобы трудились и будет еще один одного не хватает вроде может может и хватает 3 4 5 6 7 8 так подождите на месте стойте не шевелитесь 21 22 23 21 а ты себя то считаешь нет 33 34 35 36 37 38 почему там двое там двое посчитал трое хотела екатерина осталось 37 еще на 2 меньше так трое четверо пятеро шестеро семь восемь девять десять на руках у матери ребенок 12 13 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 а где 39 39 ну все с этим мы уходим домой благодарим поваров накрывающих да спаси христоса нас мы вот здесь были пасли целыми днями на только чуть-чуть снег уходил еще так везде лежал мужа пасли и пасли до пока снег покроется а сегодня деревенские по одному дня потом попал дня так когда народ то какой пошел и мы вот здесь вот пасли босиком и трава есть такая если она попадет между пальцами на порежет и кто-то придумал это резучки у немца рассеяли война была мы мы так и верили у нас тут немцы были присланы хорошие люди все умели делать леонид а пленный нет который на были там на волге и сюда и переслали переселение народом было ну все могли делать кто такой маркетан что за специальности к маркетолог маркетан маркетан кто такой маркетан маркетан должность такая есть работа маркетаном работает что это такое стола а никто не знает те которые забивают скотину и обделывает ее. Быка, корова, там, свинью, птиц. Маркетан. Садовник. У него здесь вот сады. Пчеловод в челами. И были у нас тут немцы такие. Фамилии их Эрлих. В переводе на русский язык что она означает, Эрлих? Не знаю. Чистый. Мы смеялись. Она пришла, нашей матери говорит. Ой, Марья, а какой жирный уткин муж. Он от селезей не знает, как сказать. А мы, ребятишки, смеемся. Но мы-то этого сказать не можем по-немецки. Вот приезжают люди оттуда уехали. Грамотные. Я говорю, вы немецкий язык знаете? Ну, конечно. И можете все переводить? Могу все. Но я говорю, переведи. Коршун. Поймал суслика, а ястреб отобрал его. Еще ни один не перевел. А как коршун? Я говорю, габихт. А ястреб? Я говорю, гайер. А как же вы не знаете-то? Литературный язык. Мы должны знать русский язык. Что сказал кто? Великий, могучий русский язык. Кто это сказал? Ну, горький. Иван Сергеевич Тургенев. В минуты отчаяния, бед, поддержку какую мне он оказывал. Так это еще не все. Я вопрос задаю. Если кто знает, молчите. У нас много было писателей и поэтов. Кто самый умный поэт в России? За все времена самый умный поэт один был такой только. Кто он такой? Которого вызвала к себе мать императора. И как она беседовала с ним. И чтобы почтить этого человека, объявляет. В городе, там, в Санкт-Петербурге столица была. И он стоял на балконе. И непрерывным потоком вся улица запружена. Шесть часов шел народ и приветствовали его. И во Франции был еще такой же человек, только один. Кто это? Виктор Гюго. Что ты говоришь? Гюго. Там, да. А здесь? Крылов. Крылов. Это Басна Петербург. Кто такая она? Запиши ее. Вы на нас слышали, да? Крылова как звать величать? Я не знаю. Иван Андреевич, по-моему, да? Иван Андреевич. Абсолютно правильно. Педагог все знает. Вот поучитесь, пример какой. Я просто училась. Над нами облака. Вот я во сне вижу сон. Послушайте. Ну, с нам верить не надо. Но бывает иногда так. Вот там в облаках большой крест. Откуда он взялся, я не знаю. Крест железный. И он не прямо стоит, а вот так вот. Высота этого креста, если он когда лежит, примерно вот такая вот. Длина его, я даже не знаю докуда. Может быть, вон до той крапивы. Это такой вот железнодорожный мост, когда строят, и там поддерживающая которая. И я сижу, свесил ноги, на мне зеленая рубашка. И я лечу, и никого не боюсь. И вдруг вон там, где столб наклоненный, он, видно где? Бага видно. Да, считаю. Он начал снижаться. И когда сел, а там солонцы, и он запахал, прямо, ну сколько-то под землю зашел. Я соскочил, не боюсь ничего. А я спрашиваю, Господь, а что это? Господь говорит, грядущее гонение на Россию. Я говорю, Господь, а почему я один? Ты пойдешь в первых рядах. И вот мы обратно идем, и появляются родные. И сеть, вот когда львов ловят, она на земле. Если наступит на эту сеть, она его хватает, ну, когда у человека есть какая-то там посудинка несет там, или что-то, сеть. Она поднимает, он висит. Наступить нельзя, я вот так вот, а рядом человек идет. Я пытаюсь на него, а он вот так вот. И там само зерко. И надо там мыть было бутылки такие крупные, молочные соревнования, у кого будет чище. Я мою, моя бутылка самая чистая, вдруг сзади кто-то ревнует, он со всей силой бьет меня в позвоночник. Бутылка раскалывается, и она вонзается прямо в позвоночник. И грязь туда течет. Это все исполнится. Вот к тому лесок тут, идем, и там длинный стол такой, и сидят священники. Там, может быть, епископы были. Красная скатерть. Я священник уже говорить не могу, вот так вот показываю, что мне бы причаститься надо. Один священник через стол перегнулся, вот тебе они при счастье. Я сразу увидел, кто. Пивоваров, отец Борис. Это главные враги против меня выступят. А ударят под этот, а пытаются пойдут к психиатрии. Им нужно было лишить разума. Я сижу, и в это время врач приходит, в руках шприц, еще веришь, нет? Один укол. Делает подвески такие, накачивает. У меня тело вот такое вот. Что только не делали. Я вот что видел, все полностью исполнилось. Сну не надо верить-то. Ну, есть сны. Если ты видел крест, крест сто процентов от Бога. Сатана может что угодно. Можно Матерь показать Христа. Крест не может показать. Иоанн Косян об этом пишет. А почему? Потому что где-то мы можем ошибиться, а крест никак. Да, в создании креста у дьявола нет материала, любви. Видите, маленькие такие истории. Я жития святых насчитывал, знаю. Будьте внимательны всегда. Не так, что я видел солнце. А если два-три раза, а он может и сто раз показать сатана. Дьявол. Вам понятно? Да. Надо где-то верить, а где-то не верить. Ну, это моя родина. Хотя я родился в другом месте, а тут пять лет я уже, с пятилетним был здесь. И вот это все такое близкое. Вчера на костре были. Вон, видите где, посмотрите, рядом. Так, мужчины, кто думает купаться, выходить мимо этих березок. Там ягод много, и тут купаться. А там дальше озеро, пруд, там женский. Мы сделали, наполнили, Господь наполнил, когда сделали вот такие пруды. Это дорого обошлось. Нанимать бульдозеры, мы тут, наверное, лет 10 толклись на нем. Ну, вода теперь. Видишь, иди сюда. Я сегодня тебе, так и говорил, ты заскосил ногами, тебе разве нет. А тут люди садятся будут, сейчас перелазить будут. Я только сегодня тебя стращил за это. Нигде не залазь. Помни, что кроме тебя еще кто-то живет на земле. Понял? Хороший парень, когда спит, зубами к стенке. Ну, пройти с палкой можно рядом. Так, милостью Божией, мы все услышали, что требуется, и уходим. Кто поздно пришел или как-то, можете отдохнуть. У нас днем не разрешается спать. Сегодня мы уже, это суббота. До пяти часов еще время есть. Где вы там остановились? В палатке? Или, да, это домик такой. Можете пойти туда. А оттуда уже в храм. На службу не опаздывать. Так, теперь вот, что хотел сказать. На молитве, когда батюшка будет повернут стеной, спиной к нам и поднимает руки, разрешается у нас всем поднять руки. Вечером один раз это. А утром в литургии будет три раза, и три раза могут поднимать. Написано, мужи поднимали руки без гнева и сомнения. А женщины? Женщины тоже поднимали. Это житие святых женщин. Я их насчитывал, знаю. Только молча, вот так ты обо... Как правильно? Вот архиерей приезжает, митрополит, вот так руки делает. Нигде не написано как. Я считаю, поднимать над головой и ладонь к ладони, и чем выше, тем лучше. Вот так вот. Физиологично. Вот так, себе маленько наклоните. Вот так вот. Представьте, какая картина. Это больше нигде нету. А это говорит Писание. Без гнева и сомнения. А кто не поднимает, кто за сюда гневе на кого-то и сомневается, надо ли. Два слова, и мы из них берем самое полезное. А завтра оглашенным выйти надо? Оглашенным завтра? Да. А кто готовится к крещению? Да, к крещению. А уже как к крещению, после крещения возвращаетесь в храм и все придите, сфотографируемся и они причащаться будут. Все. А они резко порывают все. Плюют на сатану. Смотрите, что плевки не пришлось собирать. Если уже ты от него отошел, избави нас от рукавого. Он никуда не ушел. Мы его не видим. Он здесь, сейчас здесь бродит и старается натолкнуть друг на друга. Вот он умничает или что-то еще. Это так. И поэтому всегда знайте, почему вплотную к крещению подошел и попятился. Богу это не угодно. Потому что жизнь в руке Божьей. Сегодня, да, можете пойти наисковить завтра. Обязательно потренироваться надо. Перед крещением батюшка еще будет спрашивать, кто не исповедовался. И вместе со всеми принять святое крещение. Какое поздравление. Даже не расскажешь как. Мы в курсе всех крещений, почти какие идут по миру и практически нет нигде. Как крестятся. Вот заметьте. Сделайте так. Раньше, когда князь Владимир крестил, Сергий Радовский молились вот двоеперстно. Два перста. От Никона пошло три перста. Но в том и в другом элемент ереси. Почему? Потому что на кресте умирало не божество. Божество бесстрастное, говорит Анна Златоуст. А человечество. А по человечеству страдала плоть. Раньше говорили так. На лоб, на грудь для освящения. Я все годы крещал, что нельзя этого делать. Не грудь. Крест не наш. Христов, где пуповина ты родился о жизни? Господи Иисусе Христе. Право. Сыне Божий, где вот плечо сняется, помилуй меня грешного. Поясной поклон такой, чтобы рука могла пол достать. Если земной, то так руки сложи, чтобы голова прошла между руками, задела пол и задела пальцы. Это 10 заповедей. Вот так. И вот смотрите, хороший человек Алпеев, Иларион. Митрополит. Он крестится так. Что это такое? Добрый человек, умница, композитор такой. А вот когда вы здесь вот молились, получается так. Вот сколько до плеч. А здесь выше, крест перевернутый. А перевернутый крест это все ведьмы, колдуны пользуются. А теперь, когда Солодовского или кто, выпустили закон Божий, один человек нам многократно говорил, он не говорит, кто говорил. И теперь мы и теперь нарисовали эту схему. Вот где. Это получается больше, поперечина. А это вот такая. Мы даже крестить себя правильно не можем. А кто правильно? Правильно крестятся католики. Но я не католик. Почему? Потому что Христос принял пять ран. Раны его, где на руках, на ногах и в боку. И они пятью. Ты, сошедший с неба, воплотившийся Девы Марии, нас, стоящих на левой стороне, на левой у них. Переведи на правую. Согласно пяти твоих ран. Первые христиане молились одним перстом. Это Ян Златоуст говорит. Каким не говорит, но понятно, не левой рукой, правая, не мизинцем. Тут не бывает. Мы как говорим? Поэтому не написано, но считаем, что пальцем. Почему? Выходя на арену, их бросали львам. В Салтыре написано, Господь царствует. А Господь это Христос. Кристос. И они, выходя на арену, поднимали перст и кричали, Кристос Рыгна! Христос царствует. Еще мгновение они растерзаны. Камы грядеши, видели? Фильм такой есть, 51-го года, кажется. Когда львы их терзают, по частям несут. Там Нерон когда был и погибает. Христос Рыгна! Наш Христос царствует над всем. И вот мы немного побыли здесь, а Господь нам уже что-то открывает. Милостью Божьей мы сюда пришли, да благословит Господь, чтобы вернуться домой. Аминь. Я хотел сказать еще, вот это вот смотрите. Я работал моряком, плавал, учился в высшем мореходном училище. Дело в общем, в мире у каждого государства и у каждого почти района есть свой какой-то символ. Я спрашивал у украинцев желся что? Да это пшеница там или кукуруза. Российский флаг, это один флаг на все века. Первое, рождается в крови. Хоть одна женщина рожала без крови? Не было. И жизнь, это борьба. Второе, думайте о небе. Синее небо меня так манит, я знаю, спаси, там спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет, в небе не будет мести угроз. И третье, 20 глава, 11 стих, откровение. Видел я великий белый престол и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля. И не нашлось им места. Вот что будет. Всюду везде будет царство любви. белое. А так было Марсельеза во Франции. А это именно восходящее. Родился, учи его небесному, помышляя о горнем и земном. Суд божий. Повторяю, 20 глава откровения, 11 стих. Это когда никаких куриц тут двуголавых не рисуют. И поэтому русский вот этот флаг, это молитвенный флаг, это призыв к молитве. Ни одно государство мира не имеет такого знака. И поэтому я делал занятия во всех отделах милиции, это в городе Пядь, городской и краевой УВД. Там офицеров бывает несколько сот. Я задавал вопрос, у вас триколор, что означает? Не один. Это означает то, что я сказал. Поэтому я влюблен в этот флаг. Милостью Божьей мы попали туда, где даже головной убор проповедуют. Богу нашему славу во веки. Аминь. Аминь. Уходим. Я уже не могу. А я наезд. Я хочу вода. Я хочу водить. Я хочу водить. Я хочу водить. Я хочу водить. Примориться. Красава. И сразу не езжешь. Я тут же стараться. Вот так. Вот сюда пойдем. Вот так. У кого на машине едут, прямо на эти тюки. Идите. Там даже не память. Это события. Там крапива. Куда идешь? Она в крапиву лезет. Крапиву лезет. Мама, где води? Не просто так. Мама, где води? Нельзя могла в темные крышки взять. Это ее, Светлана. Папа, я туда. Под крапиву. Я снимаюсь. Николай. А это кажется, что много. Идите туда, идите. На том бережочке. Ну, надо идти. Пойдем. Ксения, давай руку. Александр. Ксенька. Александр. Мы поедем. Кого поедем? Поедем. Ксенька. 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 Продолжение следует...